С 15 ноября власти Приморья вводят систему посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов с обязательным предъявлением документов о вакцинации от коронавируса с QR-кодом. А как сейчас проходит карантин в других странах? Здравствуйте, меня зовут Валерия Оленич, я живу во Вьетнаме, в городе Хо Ши Мини. Я хочу вам немножечко рассказать о том, какие ограничения у нас есть в связи с ковидом и как вообще обстановка. Ситуация такая, что в конце мая нас полностью закрыли. Город начинали закрывать сначала заведения, потом ограничили тем, что нам можно было выходить в магазины, в магазины только. Потом нам можно было выходить из дома до 6 вечера и только в магазины и только по талонам выдавалось на семью талон на 2 дня на неделю. То есть ты в магазин мог сходить только 2 раза в неделю. Конечно, можно было нарушать и, конечно, особенно с нашей русской смекалкой мы могли достать какие-то там... Я как-то у соседей поворовала талончики там под дверью. Ну, соседей не было, не то что... Вот. Но останавливают... Всегда, если ты выходишь, тебя останавливают в 90% случаев и спрашивают талон, если у тебя не на этот день, то тебя могут оштрафовать. Ну, в общем, ситуация была такая достаточно серьезная, мы думали, пока не случилось то, что нас закрыли на полный локдаун и нам вообще нельзя было выходить из дома. Когда мне до этого рассказывали, что в каких-то странах нельзя выходить из дома, я как-то на это... Ну, нельзя выходить из дома и нельзя. Но ситуация в том, что мы реально просидели... Вот у нас квартира на 18 этаже и реально просидели больше месяца, не выходя. Ты можешь заказывать продукты, и то не во всех домах, не во всех районах это было позволено. Один раз, где-то спустя 2-3 недели я вышла и прошлась по земле. Это было новое ощущение, потому что уже к этому моменту мы 3 с лишним месяца сидели дома, ограничены были в передвижениях, а тут нас вообще закрыли. Вот. Ну, получается, 1 октября нас открыли на выход. То есть сейчас мы можем ходить в магазины. Магазины – это единственное, что сейчас открыто в Хошимине, причем магазины любые. То есть и одежды, и питание продуктов, потому что заведения до сих пор не работают, но заведения теперь работают на доставку. Доставка во Вьетнаме очень развита, поэтому, в принципе, все просто. Вот. Какой процент населения города, страны привит, я посмотрю, приложу скрины, наверное, к своему видео, потому что привиты достаточно большое количество. Я думаю, что иностранцы привиты там все на 90%, потому что если ты не привит, то тебе, в принципе, тут делать нечего. Сейчас у нас уже действует зеленый Green Pass, когда ты получаешь твою прививку, тебе его дают. И сейчас вход везде только по ним. То есть ты в зал тренажерный даже не можешь зайти без этого Green Pass. Вот. Как проходит вакцинация, все собираются, ставят в очередь в каких-то госучреждениях, чаще всего это какие-то на школы похожи. Ты приезжаешь и стоишь в очереди, ну, недолго, буквально в течение 45 минут. Тебе ставят, там, 15 минут ты заполняешь документы, 5 минут тебе ставят вакцину, 30 минут ты сидишь и ждешь реакции своего организма. Ну, и потом едешь домой. Вот. Есть ли антипрививочники среди наших знакомых? Знаете, только недавно подругу встретила, но она из России, она антипрививочница. Она ждет вакцину, которая в спутник. Не знаю почему именно ее. Мы все привиты по-разному. Кто-то астрозенекой, как я, мы пошли в первых рядах прививаться. Мои друзья привились с Синофарм, это китайская вакцина. Ну, очень хотелось бы, конечно, привиться в свое время модерной, либо Файзером, но с ними были сложности. То есть, по какому-то блату, это очень долго. В остальном вакцину было получить достаточно легко. И мы это все сделали без проблем. То есть, сейчас в моем окружении вот только одна девочка без вакцины, но она ждет русскую спутник. То есть, она даже не прививочница, а просто патриотка. Вот. Какую политику ведут власти? В Вьетнам очень... Ну, не очень. В Вьетнам это коммунистическая страна. И тут, в принципе, всем сказали привиться, и все прививаются. И все очень ждут этих прививок, все хотят быть привитыми. Поэтому какой-то особенной политики нет. Ты просто знаешь, я была до момента того, как это началось, вакцинация, антипрививочник. Но просто сейчас я понимаю, что без прививки ты никуда. То есть, без этой зеленой бумажки ты не сможешь передвигаться, не сможешь ходить по городу, ладно, там между городами. Поэтому в первых рядах я поставила себе прививку. Вот. Что я могу еще добавить? Что вообще по данным, конечно, Вьетнам одна из самых сложных переживающих в этой ситуации страна именно в своей политике. Потому что на такие локдауны, как Вьетнам закрыл нас, мало вообще кто, какие страны закрывали. То есть, это жестко, с полной несвободой, с полными ограничениями. Когда-то не знал, что будет завтра, когда-то не знал, что будет через неделю. И так мы жили в течение пяти месяцев. Сейчас начинается все налаживаться. Мы от этого безумно счастливы, но до сих пор непривычно выходить из дома. Вот уже вторая неделя идет. И, ну, надеюсь, что скоро все совсем будет хорошо. Еще я могу добавить, что я читала специальные новости, что миллион триста человек за последний месяц экспатов именно уехали из Вьетнама и из Хо Ши Мина. Потому что многие были без работы, не хотели сидеть на локдауне. Очень много уехало знакомых, продолжают уезжать. И, конечно, это очень грустно. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо за ваш интерес.